Зарубежные фильмы 1993 года. Аризонская мечта, первый англоязычный фильм Эмира Кустурицы. Порядочно отличается от американского кинематографа, всё-таки такой скорее европейский. Сюжеты не голливудские, то есть там показаны обычные люди, у которых какие-то свои мечты довольно странные, но всё же вот в рамках где-то трудовых ценностей. Как-то вот так Шукшиным там в общем тянет, хотя стилистику он пытается брать американскую, это про американцев, конечно. Но вот они же обычно про какие-нибудь там, не знаю, гангстеров, бандитов, проституток, полицейских и так далее снимают. А тут обычные люди. И вот оказывается у них какие-то необычные мечты. Там одна мечтает построить самолёт и улететь к папуасам. Другой там мечтает стать черепахой, потому что черепахи долго живут. Или там соорудить лестницу из Кадиллаков до самой Луны. Там, кстати, есть коренные народы североамериканские эскимосы. Вот обращение к простым людям с задачей показать, что у них жизнь необычная, это для американского кино необычно. А в советском как раз достаточно много таких было. В общем, какой-то вот даже такой полурусский фильм, честно говоря. «День сурка». Наиболее известный, пожалуй, из фильмов 93-го года. Режиссёр Гарольд Раммис по сценарию Дэнни Рубина. Снимался в Вудстоке, в известном, в котором был ещё рок-фестиваль, в 1992 году. И в прокат вышел 12 февраля 1993-го года. Ну, я думаю, «День сурка» практически все смотрели. Если не смотрели, то посмотрите. Это классика американского кино. Как-то даже странно прожить на Земле в 21 веке и «Дня сурка» не смотреть. Там метеоролог, в принципе, синоптик, он попал в временную петлю. То есть у него каждый всё время просыпается и повторяется всё тот же день. Причём он даже не может умереть, всё время день повторяется. Если он умирает в этот день, то он снова в начало дня кидается. То есть он всё время проживает один день без следующего дня. И не понимает зачем. А потом он, значит, в конце всё-таки всё это использовал для собственного самосовершенствования, выполнил все задачи, которые надо было в этот день выполнить. И только тогда время сдвинулось дальше. Такая вот идея. При этом, кстати, никаких причин, почему это происходит, не дано. Никаких там мистических, физических, как положено, фантастики. Вообще непонятно, почему вся эта временная петля возникла. Рубин, Дэнни Рубин, на самом деле, это всё сочинил. Тогда было модно. Конец 80-х он писал это. Было много фильмов про переходы во времени, про машину времени. И попсовых было. И «Назад в будущее», конец 80-х тоже. Постструктурализм господствовал, и постмодернизм в культуре. То есть идея о множественности вариантов развития. То есть этот мир не единственный. Есть много виртуальных миров. Вот слово «виртуальный» очень много в 90-е использовали. И к месту, и не к месту. И одна из этих направлений виртуальности – это цикличность. То есть пережить один и тот же день циклично, но в разных вариантах. Вот тебе и виртуальность. Хочешь так – проживи день, хочешь сяк. Он его по-разному проживает. И плохо, и хорошо. То он там делает зло, то он там делает добро, как хочешь. В общем, вариантов сколько угодно. Вот она идея, собственно, постструктуралистская. Какого-то единого жёсткой схемы нет. И тут она реализована циклично. Но поскольку такой фантастики много тогда было, даже не совсем понятно, чем этот Рубин вдохновлялся, потому что много он таких книжек читал. Ну и кроме того, буддизм, конечно, тоже был моден. И буддизм тоже про постоянное возвращение, сансару, проживание одних и тех же ситуаций, пока ты в них не научишься чему-то. Но в буддизме есть идея спасения. В принципе, тут тоже он спасается. В этом плане фильм буддистский. То есть сансару проживают не просто так, да? А для того, чтобы что-то в ней понять. Вот проживая бесконечно примерно одни и те же жизни, что-то понимают и тем самым совершенствуются. Вот в этом буддийской идее. В каком-то конечном итоге все спасутся, но когда этот итог будет, непонятен, потому что процессуально бесконечное количество этих живых существ. По крайней мере, мы не видим конца, по крайней мере, настоящий момент. То есть получается, что процесс-то, в общем-то, и вечный. Ну вот, насколько человек может посмотреть. Может быть, где-то он есть конец, просто мы не видим, да? Надо сказать, что Рубин понимал, что обычные каноны голливудских фильмов не укладываются. Потому что все-таки философский сюжет и даже фантастику. Потому что фантастика голливудская тоже достаточно попсовая. Иногда я привожу примеры, но обычно избегаю. Со стандартными приемами они считают, что если они стандартные, то нет уверенности, что зритель будет смотреть. А вложения-то в фильм большие делаются. Поэтому не «Хардхаус» обычно дешевый. Это же «Венчур» с точки зрения предпринимателя. То есть мы деньги вкладываем, делаем что-то странное, что не обязательно будут смотреть. Может быть, это будут действительно шедевры, вот как «День сурка» и все посмотрят. А может быть и нет. Поэтому, когда он его все-таки подал в студию и добился, что начали делать, были постоянные дискуссии. То есть часть там ребят, которые участвовали в работе, постоянно хотели, чтобы внести туда побольше комедии. Так как зритель будет точно смотреть комедию. Сам, естественно, Рубин считал, что надо больше философское. То есть он считал, что он сочинил, так сказать, гениальный сценарий философский. Надо, чтобы там побольше было драмы и так далее. Вот они постоянно там ссорились и разбирались. Итог, в принципе, в фильме и есть. То есть в фильме есть определенные попсовые приемы, которые в американском кино неизбежно будут. Но в фильме есть и философия. Получилось, что вот и то, и то есть. То есть, между прочим, я часто тут уже примерно такую же схему рассказываю, что когда какой-то фильм, так сказать, великий, в него разные люди что-то вкладывают, и, знаете, получается то, что удовлетворяет всех. Эта схема такая часто уже была, и в данном фильме тоже. Ну, кстати, там в одном из вариантов был голос за кадром, который что-то объяснял. Потом голос вообще убрали. Типа зритель сам должен догадываться, что и почему происходит. И даже в одном из первых вариантов сценария был срок в 10 тысяч лет. То есть, он 10 тысяч лет вот так вот как один день прожил. Вечно. Он же там еще и не стареет, там ничего не меняется, все ресурсы восстанавливаются. В принципе, он этот день живет вечно. И делает, что хочет. То есть, он стал таким образом богом. Он постоянно восстанавливается в конце дня, потому что заново проживает опять день. Подключили комедийного актера. Мюррей вообще-то комедийный. И его участие, оно играло вот в сторону комедии, а не в сторону философии. Но поскольку сам сценарий философский, вот он так и получился, что он как бы комик на базе философии. Снимали весной, так как не всегда был снег, а там по сюжету в феврале это все происходит. Периодически делали искусственный снег и пытались съемочную группу выгонять, когда морозные дни. Ну, естественно, сложно было это снимать, потому что все время надо было повторять одни и те же сцены с небольшими модификациями, чтобы вот этот вот день сурката изобразить, что там все повторяется все время, кроме действия одного человека. Это было сложно, потому что надо все время было актерам, чтобы они повторяли все те же движения. Ну и, кроме того, снимали все время под холод, так что нагрузка хорошая была на актеров. В это время, как раз вот в начале 90-х, как я тут постоянно еще тоже говорю, как бы идет переход от условно-левого типа культуры к условно-правому. Условно-левый тип культуры предполагал все время модернизм, то есть в 80-е снимали всякие яркие фильмы, но вот назад в будущее типичные, да, с каким-нибудь эпатажем. Как я говорил, в 70-е вообще какая-нибудь порнуха примитивная могла огромные деньги принести, просто потому что был эпатаж, порнографии не снимали. Вот просто вот голую жопу сними, и миллионы долларов твои. Ну это в 70-е, конечно, в 80-е так уже не было. Я просто о том, что левая культура, левый тип, он все время любит всякие эксперименты, что-нибудь нестандартное. А вот в начале 90-х практически везде переход к консервативному типу, который все еще господствует, но я думаю, что в 20-е будет преодолен. Потому что Россия, как обычно, во всем дошла до маразма, она в левом доходила до коммунизма, и в правом тренде тоже дошла до теперешней ситуации. Предельно такой плохой. Так вот, я возвращаюсь к фильму, я то про что? Что стали господствовать спокойные фильмы, созданные в стиле классических ценностей, такие добрые, мягкие, как положено в консервативном кино. И эта картина была сравнительно бесконфликтная по сравнению с тем, что в Дрючелле 70-е и 80-е. И она поэтому вписалась в тренд. Ну и кроме того, идеи вот этого множества миров, он же там ничем не рискует, у него получаются тысячи миров, которые он все время проживает и проживает. Она тоже успокаивающая, на самом деле. Вот 90-е, это попытка как-то всех успокоить, после того, как 60-е, 70-е, 80-е, очень быстро шло развитие, на самом деле. И культура, и техники. Вот с 90-х все успокаивается, и сейчас практически очень медленно все развивается, по сути. По своей никаких принципиально новых технологий уже лет 30 точно нет. Но я надеюсь, что культура скоро сменится, потому что долго так не бывает, и такие периоды в Европе бывают, в общем-то, регулярно, и ранее тоже были. Вот, ну вот, День Сурка, это вот из этого. Все-таки он же такой неконфликтный, никого там не могут убить. Вечно повторяющееся время, это идея консервативная, циклическая. Тем не менее, там есть прогресс. То есть, вот основная идея Европы, идея развития, тоже там присутствует. Несмотря на вот это медленное все, вот это повторение одного и того же дня, какое-то развитие есть. Поэтому европейцы там тоже смотрят. Европейцы смотрят, как герой развивается. Первоначально фильм считали скучным. Много его, между прочим, критика критиковала. Популярность пришла к концу 90-х. Потому что фильм идеально вписывается в 90-е, а в 93-м они еще только начинались. Вот особенно конец 90-х, это пик популярности вот этого Дня Сурка и большое количество подражаний. Потому что вот такое началось именно в сознании. Такая мистика, замешанная на буддизме. Представление о том, что мы там чуть ли не боги, которые могут фантастические миры порождать. Интернет, когда появился, все его так и воспринимали, и даже называли виртуальной реальностью. Вот для нас интернет точно что-то предельно реальное, никакое не виртуальное. Я там полностью работаю, деньги зарабатываю. Если у меня интернет внезапно отключится, я без денег останусь. Какая тут виртуальность? А вот в начале нулевых воспринимали это как своего рода игру. Поэтому называли виртуальной реальностью. Ближайшие аналоги. Это картина «Это прекрасная жизнь» Фрэнка Капра, о которой я говорил, тоже очень хорошая, но в 50-х. А также фильм «Назад в будущее». Вот эти фильмы предшествовали, и на них там так или иначе есть ссылки, и есть влияние этих фильмов на День Сурка. Ну, в какой-то степени еще модернизм такой уже совсем оторванный. Начало 20-го века, типа Бунюэля, середина даже. Вот его еще называют. Кислеевского, Дэвида Линча. Как бы вот они тоже повлияли. Повторяющиеся эпизоды проходят по определенным точкам, которые зритель знает, поэтому есть эффект узнавания. В плане того, что в фильме цепляет, это именно повтор. Но этот эффект узнавания хорошо известен и является одним вообще из основных таких эстетических эффектов. Потому что делают постоянно художественные произведения похожие на какие-то другие. Или, допустим, мы узнаем тех же героев в других ракурсах. Это зритель любит. Но там основной эстетический момент, на котором фильм основан, именно вот это, что все повторяется, но немножко по-другому. Мы это любим, как млекопитающие и приматы. Там серьезные отсылки, если брать концепции того времени, теории хаоса, теории динамических систем, как раз тогда развивались. Закон энтропии. У него же постоянно восстанавливаются предметы, он карандаш сломал, а он на следующий день восстановился. Это значит, что закон энтропии не действует во Вселенной. Это тоже вот тогда обсуждалось, а действует ли вообще закон энтропии в этих виртуальных Вселенных, которые тогда вот все насочиняли. Построено на самом деле по Аристотелю, то есть там есть осложнение, потом катарсис, кризис, ну да, осложнение, кризис, а потом катарсис. Осложнение, определенная ситуация, когда он обнаруживает, что дни повторяются, потом доходит это все добре дело, а потом разрешается хорошо. То есть схемы на самом деле классические, приемы-то обычные. Но тем не менее за счет философской нагрузки получилось необычной, кроме того попало в основные тренды того времени. Это секрет успеха-то. Образ главного героя, синоптики на самом деле над ними все время смеются в Америке, особенно когда они на телевидении работают, потому что это самый там, ну второстепенный, это тот человек, который про погоду рассказывает. Вот как бы он из смешного становится постепенно хорошим таким человеком, да, позитивным. Сначала же он там вообще говорит, люди идиоты, он приезжает туда злой, смешной, хочет быстро уехать, а потом оказывается, что он там зависнет, надолго. Там 42 дня, на самом деле, в фильме присутствует, но есть намеки на то, что гораздо дольше все было. То есть, скорее всего, он там, может быть, на годы этот день у него повторялся, и он полностью изменился, стал другим человеком, уже позитивным. Но тут тоже противоречит голливудскому мейнстриму, потому что по голливудским канонам должен быть антагонист, должен быть другой человек, с которым он борется. А этого нет, он борется с самим собой. И вот тут, опять же, это самая мистика саморазвития. И вообще говоря, одиночество. Ведь не доказано, что существуют другие люди. Мы на самом деле все только в своем мире живем, других для нас нет. Это просто какие-то восприятия, которые мы описываем, как другие люди существования, других людей не доказано. Про это еще салепсизм 18 века у нас хорошо говорил. На самом деле и нет антагониста. Если антагонист есть, то это тоже ты. Это все равно твои какие-то восприятия какого-то противника. Все равно они внутри твоего потока сознания. Ты никак не можешь выйти за пределы собственного потока. Об этом много говорила, опять же, философия, в особенности 20 века и в особенности того времени, 90-х. Символика весны, понятно, это символика обновления. Очень много там отсылок на классику. То есть сразу там запросы на интеллектуальный фильм, но нам они большей части непонятны, потому что классика английская, французская. Но намеков на всякие классические произведения там много, вплоть до того, что он стихи постоянно читает, всякие классические для их культуры. Очень много намеков на Клинта Иствуда и вообще на Голливуд. В какой-то степени пародируют голливудские штампы. Он им в фильме не соответствует, и там есть намеки на это. И знает сценарист, что он не снимает голливудщину и издевается над ней в открытую. Причем так, что и издетелем, понятно. Что касается религиозного подтекста, очевидно, что буддизм, то есть колесо сансары, по ходу вращения этого колеса происходит спасение. Повторяются ситуации, и в конце концов душа осознает, что она сама эти ситуации создала и могла бы их не создавать, потому что она на самом деле бесконечна. То есть на самом деле он же там бог. Он может створить свой день, как хочет, потому что все равно все вернется. Карандаш все равно снова восстановится. И он осознает, как эту силу нужно использовать по мере вот этих повторов бесконечных. Вот примерно так буддизм умысляет освобождение. То есть все становятся, в принципе, богами, когда понимают, что эти бесконечные повторы создают сами, путем привязывания к каким-то определенным ситуациям. Однако же, помимо этого, много аллюзий находит и на античную культуру, где тоже много было про иллюзорность. Платон тот же самый. И вообще для античной культуры характерна тоже эта концепция и перерождение души, постоянного возвращения на круги своя. Тут тоже можно много. Ну и также Ницше. Ницше на самом деле все это брал тоже из античности. Он такой философ, ориентирующийся на античность, античный философ 19 века. Но это у него тоже есть. В основном отзывы критиков были позитивные, но некоторые ругали фильм. Ругали, когда выходил за то, что, во-первых, сюжет неоригинальный и уже был фильм «Это прекрасная жизнь». То есть такое кино уже было, сразу критики сказали. Но про эту прекрасную жизнь я говорил, и это действительно хороший фильм. Повтором не любили критики, критики говорили, что повторы надоедают. Вот эти все его интересные философские аллюзии, там и культурные, критики некоторые не понимали. Говорили, что почему-то все повторяется, и что тут интересно вообще. Но это потому, что противоречило их штампам. Тем не менее, во-первых, был хороший успех у зрителей. И буквально в течение 10 лет фильм признали как классику, и эти все критики заткнулись. Потому что практика показала, в Америке же любят практику, практика показала, что эти повторы зрителю нравятся. Что философские намеки зритель улавливает на каком-то уровне. Может быть, не все понимает, что там сценарист записал умного, но в основном понимает. И что ситуация была близка тем людям и той культуре, в которой фильм создавался. В связи с этим есть огромное влияние фильма. Есть прям целое течение, которое подражает. Называют еще авангард лайт. То есть сложный какой-то сюжет на фоне переплетения реальности и фантастики. И вот такого в 90-е очень много сняли, и в нулевые, и про это я буду говорить. Сейчас похоже, кстати, тоже этот тренд прекращается. Я по всем признакам вижу, что время будет новое. Но про время старое я еще много-много скажу, потому что я каждый год намерен фильм анализировать, и там сейчас будет этого такого много похожего на день сурка. Есть мюзиклы, как обычно. Ну и есть разная интерпретация. В общем, сюжет пошел про повторяющийся день. Было очень много таких фильмов, но и не только про повторяющийся день. Похожих таких. Свингеры. Американский мюзикл. Я его взял в обзор, потому что, в принципе, это наши же стиляги, знаем мы фильм «Стиляги», но плохие. То есть, смысл этих свингеров в том, что, значит, танцуют в фашистской Германии свинг, то есть, тоже танец, напоминающий танцы наших стиляг. Но фашисты этого не любят, естественно, там всех прессуют. А герои пытаются, так сказать, состоять в Гитлер-Югенде и одновременно танцевать вечерами вот эти запрещенные танцы. В нашей «Стиляги», скорее всего, написан этот сюжет, но сделан и лучше. Я говорю, даже если «Стиляги» это переделка фильма «Свингеры», а похоже на то, но все-таки «Стиляги», я считаю, лучше, потому что фильм достаточно еще плохой. Там все время вот такие колоритные нацисты все время кричат «Хайль Гитлер», а по стилистике довольно обычный немецкий исторический фильм. Критика его тоже негативно оценивала, говорила, что, ну, примитивная мелодрама, давят слезу. Я думаю, что наши стиляги хорошие, потому что включили песни русского рока, которые там хорошо исполняются. А сам фильм тоже достаточно примитивный по структуре. Ну, а впрочем, до стиляг я еще дойду. Вот «Свингеры» — это прототип наших стиляг, но плохой достаточно. «Жарминаль». Вот сейчас говорю по истории про 19-й век, экранизация типичного романа индустриального времени Эмиля Золя, «Жарминаль» про забастовку. Бывший механик приезжает, работает на шахте, влюбляется в дочь шахтера, там забастовка. Жерар Депардье играет одного из забастовщиков. Ну, прекрасный социальный роман Эмиля Золя, хорошо экранизированный. Там вот такая вот стилистика шахты все время. Мрачная, неторопливая тональность, по сути, вот живут в аду герои в индустриальном. Ну, и хорошо иллюстрируют вот эти концепции, о которых я говорю. Концепции социализма, начала 19 века, родились вот в таких условиях, когда за гроши работали рабочие в каком-то аду по 14 часов. И мелкие предприниматели, которые им сочувствовали, вот они пришли к идеям социализма в этот момент. Это неудивительно, судя по тем историям, которые происходили. Ну, в фильме показана массовая эксплуатация детского и женского труда. Рабочие с трудом выживают, даже тяжело работая, что совершенно, так сказать, не укладывается в человеческие понятия. Там прекрасная сцена есть. Семья рабочих умирает с голоду. Мать попадает каким-то образом к буржуям, к этим владельцам, на которых они горбатели всю жизнь. Они сидят там, пожирают всякие изысканные там, всякую еду, со всяких чайничков красивых, да, 19 век, все такое. Она просит, чтобы ей дали денег на еду для своих детей, потому что дети умирают с голоду. Эти жирные буржуи говорят, мы вам ничего не дадим, вы все пропиваете. Вот предельно Эмиль Золя показал идеологию правых того же Мальтуса, что вот если мы будем этих бедных кормить, мы будем плодить алкашей, а не все дегенераты. Ну вот там прям есть сцена про это, прям художественная. Можно посмотреть, как это выглядит. Что там умирают с голоду дети, мать просит кусок хлеба для них, и они говорят, вы там алкаши, идите работайте, блядь. Так они и так всю жизнь работали, какие они алкаши. У них нет денег на водку-то. Там вот такой анархист еще есть колоритный, который сидит с прочими рабочими, говорит, что такой мир лучше вообще уничтожить. Социальный протест там показан, но больше, конечно, анархический, что и характерно, кстати, для франции. А вот озверели, давайте вообще весь мир разнесем. Зачем ему нужно, что-то такое творится, вот человек говорит, вот этот вот. Ну и поскольку у нас золя реалист, там нет никакой победы, никакого катарсиса. То есть нам на кульминации расстреливают рабочих, буржуазия пирует, и весь этот ад продолжается. Вот адская стилистика вообще для фильма характерна. То есть вот видеоряд говорит о чем, что мы в аду. Маленький Будда, буддийский фильм. Ну вот интерес к буддизму в 90-е особенно возрастает и в нулевые в связи с концепцией виртуальности. Надо сказать, что буддизм не сильно-то и соответствует этим идеям постмодернистским, к чему я еще много раз свернусь. Ну, в какой-то степени тибетский, хотя тибетский, ведь он же придуман-то большей частью уже в 60-е. Ну, он не придуман в 60-е, видимо, раньше я имею в виду интерпретации тибетского буддизма как концепции множественных миров и так далее. Это уже скорее середина 20-го века. Это не оригинальный мистический этот тибетский буддизм. Ну, в общем, так или иначе тут интерпретируются тибетские буддисты как некие такие постмодернисты, а по стилистике фильм такой домашний, сказочный. Вот это в начале 90-х началось. Все типа так хорошо, сказки там, вот такие монахи добренькие, много мистики всякой, много тибета. Буддизм, по сути, сводится к тибетской мистике, а не к философии. О чем, кстати, еще и раньше тоже многие буддисты западные говорили, что пытаются копировать тибетские обычаи, а саму философию это, в общем-то, буддизм и не понимают многие те, кто считают, что они тибетский буддизм споведуют. Ну, это там есть, но это там вот так вот все как-то вот так вот красивенько, мягонько показано фильм режиссера Бернарда Бертолочи. Не особенно он мне нравится, хотя я и близок буддизм по своей идеологии, потому что буддизм на самом деле трагичен, а этой трагичности там нет. Тут какие-то сказки про какой-то тибет, а не трагедия существования, которая не может вырваться из оков сансары. Потому что буддизм это серьезно. Буддизм это про жерминаль, это про рабочих, которые в аду умирают, не имеют там денег, хлеба и так далее. Вот живые существа они страдают как в аду в мире, не могут вырваться из этих шахт, протестуют, но ничего не получается. Вот о чем буддизм, а как раз не об этом. То есть мое представление о буддизме более серьезное, чем в этом кино. Парк Юрского периода довольно известный, известен скорее как фильм ужасов, это Стивен Спилберг тоже. Имеется франшиза, то есть имела успех, поэтому есть множество фильмов, множество продолжений этого парка, парка Юрского периода. Мы тоже думаем, что все знают основу сюжета. Команда генетиков создала парк дикой природы из динозавров, потом закрыли энергетические объекты парка, динозавры вышли на свободу, и там люди соответственно с этими динозаврами бегают от них. Динозавры создали с помощью компьютерной графики, и на тот момент на 93-й год это самая лучшая компьютерная графика, которую они могли для фильма только сделать. Кроме того, там объемный звук тоже такой специфический. Стоимость была высокая, но окупилась, и в основном хотели смотреть на эти спецэффекты, я думаю. Во всяком случае, в России было известно именно как красочный фильм парк Юрского периода, где можно посмотреть на красивых страшных динозавров. Самих по себе ужасов там мало, и довольно долго их нагнетают. Около часа фильма вообще медленная раскрутка с нагнетанием атмосферы. Поэтому в общем-то он и нудноватый. Ждать пока там будет много-много динозавров, там в общем-то долго. Сейчас гораздо быстрее все-таки кинокомиксы сейчас снимают, всякие чудовища с первого кадра идут до последнего. список Шиндлера считается тоже классический фильм этого года. Тоже Стивен Спилберг, который вообще такой один из самых активно работающих режиссеров на Западе, рассказывает о немецком бизнесмене и вообще-то члене Сдаб, то есть фашисте, Оскаре Шиндлере, который спас более тысячи польских евреев, потому что они ему нужны были на его фабрике. Но тем не менее евреи ему благодарны, что он сохранил им жизнь, так как их могли просто убить. Там есть сцены, когда наступает Красная Армия, и ему вот эти самые евреи, которые рабочие его фабрики, дают письмо, которое его должно в принципе оправдать, то что он спасал этих самых рабочих. И в конце фильма идут кадры спасенных Шиндлером евреев реальных. Ну тут сложно. Тут во-первых про единство предпринимателей и рабочих. То есть вот если в Жарминале это показано как конфликт, здесь показано как сотрудничество. То есть фактически рабочие выживают, потому что им помогает вот этот добрый предприниматель, хотя он и сам фашист. В общем-то видимо призывают рабочих примириться с тем, что предприниматели фашисты. Ну это раз. Второе да, евреи такая тема больная для 20 века, в разных ракурсах обсуждаемая, но в общем Спилберг ее не побоялся тоже обсудить. Ну сделано естественно в западных традициях. То есть Холокост это катастрофа, сочувствие естественно тем, кого угнетают нацисты. То есть сделано полностью в антифашистских традициях, никаких таких дискуссий, которые вокруг этой темы характерны, там нет. Сам Спилберг отказался от гонорара за фильм, потому что сказал, что он это снимает именно вот чтобы это не повторилось. То есть он снимает фильм ради его общественной значимости, как антифашистский фильм. На деньги, которые от этого фильма получили, он создал фонд, который поддерживал память о Холокосте, то есть собирал документы, интервью с евреями, и в общем-то пропагандировал терпимость национальную, религиозную, чтобы не повторилась эта ситуация. Считается одним из самых успешных фильмов о Второй мировой войне на Западе, потому что там в целом их снимают поменьше, хотя эта тема там тоже на самом деле есть, я периодически об этом говорил, особенно после войны много снимали, когда все еще помнили. Ну вот один из самых кассовых фильмов о Второй мировой войне, и он не о фронте, а о том, что в тылу фашистской Германии творилось. Эпоха невинности, ну, пожалуй, пример обычного фильма голливудского, тоже такой достаточно спокойный, исторический, поместили в сравнительно спокойное время конец 70-х годов 19-го века, преуспевающие всякие эти, блин, там, юристы, всякие аристократы, много поют в оперном стиле, балы там всяческие, вот такое все, хотя это все в Америке, Америка была сравнительно либеральная, но вот такая элита там тоже была, ну, какие-то вот там конфликты мелкие внутри элиты, не особенно интересные, самое главное дело медленно, да, но, в общем-то, показательно, как выглядит обычный голливудский, я просто вначале говорил об «Боризонской мечте», что она необычная, вот обычная это, допустим, как эпоха невинности. Украина тоже за рубеж, поэтому нужно поговорить об украинском фильме хорошем 93-го года «Секретный эшелон про репрессии». Власти высылают с Украины всяческих неугодных лиц, которые когда-либо критиковали советскую власть, это после войны. Вот учительница, ее там достают, обвиняют, в чем попало, вот там видно мента в зеркале. Вот он там что-то на нее говорит, она там когда-то говорила что-то там то плохо или все плохо, и вот всех таких людей из Украины ссылают в Сибирь. Идет частично на украинском, частично на русском языке, но те, которые к ней пришли, это украинцы. Вот сцена, когда ее НКВДшники берут, это украинская, то есть показано, что вот эти тоже украинцы вообще-то на языке на соответствующем говорят и полную херню несут, ненавидит интеллигенцию, ненавидит всех, кто собственное мнение имеет. Вот, потом ее ссылают, она едет в эшелоне, где над ней издеваются всяческие солдаты русские и украинские, а мужик ее ищет, вот так вот героически. Мужик у нее фронтовик, все там, приставив к советскому офицеру револьвер, вот этот украинец, он ищет эту свою женщину, чтобы ее спасти, чтобы ее не увезли на эшелоне. По станциям, по всяким, харьковским, по украинским, он ее ищет и уже где-то в России он ее находит. В конце он с оружием в руках сражается с охраной лагеря, сцена боя перекатывается по вагонам. Очень быстро я не успел сделать кадр просто. Я бы снял, как он там сражается, просто не успел, очень быстро все происходит. Ну и вот счастливый конец, когда он освобождает семью. Довольно сентиментальный типичный украинский фильм, но тем не менее он о реальных событиях, показан реальный героизм этого украинца, который спасает семью от советских палачей. Так что очень хороший фильм, нам весьма понятный. По-моему, есть русский перевод должен быть, если кто-то украинский плохо знает. Так что вот это я тоже рекомендую.